Всем привет-привет! Сборы косметички сегодня начинаются с чудеснейшей погоды. У нас сегодня целый день светит солнышко, и ближе к вечеру солнце как раз-таки доходит до нашей комнаты, и настолько это красиво подсвечивает, что безумно уютно становится в комнате. Поэтому хотела показать вам тоже. Ну, а теперь давайте приступим к сбору косметички. Как уже говорила, я не хотела её снимать, но некоторые девочки написали, что было бы интересно посмотреть. Как уже сказала, здесь не будут помады и тональной основы, а остальное всё, конечно же, я возьму. Давайте приступим. И давайте приступим, и начну, как обычно, с праймера для лица. Тут мне даже не нужно было долго раздумывать, потому что я точно знала, что возьму в использовании новинку праймера Banana Bright Face Primer. Вот от такой марки, не буду выговаривать, как точно будет, не знаю, как читается. Получила в коробочке Blissom этот праймер. Один раз мы с вами его используем, точнее, я один раз тестировала на камеру, но одного раза недостаточно, чтобы понять, что это за праймер. Поэтому возьму и далее буду тестировать. Banana Bright Face Primer. То есть он такой с подсвечивающим эффектом, как я помню, был. Далее консилера, консилеры возьму, во-первых, от Huda Beauty. Мне очень нравится этот консилер, точнее, понравился. И я думаю, что Huda Beauty уже вывел этот консилер с производства, потому что у нее сейчас новый флакс, как-то мне так называется, консилер, который очень-очень популярный. Тоже хочу попробовать. Но так как у меня, смотрите, гора просто консилеров, они расходуются не так быстро, сами знаете, то нужно заканчивать это, а не покупать новинки. Но опять-таки же и новинки хочется приобретать. Короче, мы с вами об этом болтали в одном из кейт-ридеми. У меня оттенок 10N Kakaunt Flakes называется. На сейчас мне хорошо этот цвет, но когда уже более загорелая кожа, немножко светловато. И еще я хочу взять вот эти вот два консилера от Elf. Беру два, потому что один посветлее, один потемнее. На таком солнечном освещении особо, наверное, и не видно. Значит, вот этот светлый называется Medium Sand, а этот Medium Beige. Вот этот потемнее, по идее. Сейчас у меня в прошлой косметичке, точнее, был другой консилер от Elf, который идет с увлажняющим эффектом. Но мне вот это вот оригинальное больше нравится. Единственное, как уже не раз уже вам говорила, что с этим консилером нужно, чтобы у вас идеально-идеально увлажненная зона под глазами должна быть. Потому что этот консилер застывает как цемент и держится в течение дня. Плюс очень хорошее покрытие имеет. Вообще могу сказать, что это одни из самых крутых бюджетных консилеров, которые я пробовала. С хорошей покрывающей способностью. Матировать не нужно, потому что, говорю, уже застывает как цемент. Из консилеров это все. Теперь переходим к пудрам. Пудру возьму тоже новинку от Essence. Также один раз я тестировала и очень осталась впечатлена этой пудрой. И мне кажется, не только один раз, потом я еще использовала эту пудру. А потом я когда уже разбирала адвент полностью по ящичкам, все продукты куда-что, я закинула пудру сюда. На свое место пришло, да? Форганайзеры, поняли. И возьму я эту пудру. Она идет с сияющим таким финишем, потому что там есть такие мелкие микроскопические блесточки. Очень понравился эффект на лице. Как уже сказала, немножко напоминает Hourglass. Но опять-таки же, это только первое впечатление, поэтому сейчас буду тестировать. Я всегда беру одну пудру компактную и одну рассыпчатую. Рассыпчатую пудру хочу взять. Точно знала, какую буду брать. Тоже давно не использовала. Вот эту вот пудру от Too Faced Pitch Perfect. Too Faced уже давно вывели эту пудру из производства, но я ее успела купить здесь огромнейший, девочки. Объем 35 грамма, да? Да, 35 грамма. Единственное, если кожа немножко суховатая, если она не настолько увлажненная, эта пудра чуток стягивает кожу. Вот. Нужно аккуратно наносить ее, но она очень красиво смотрится на лице. Все, с продуктами для лица мы закончили. Я имею в виду с тонирующими продуктами. Теперь перейдем мы с вами вот сюда. К румяным, бронзерам и хайлайтерам. Я вот думаю мне брать какие-нибудь палетки. Если я палетки возьму, то не так много и румян с хайлайтерами нужно будет брать. Так. Или все-таки сейчас я палетки не буду брать, возьму румяна вот такие вот одиночные, которыми я давно, допустим, не пользовалась. Наверное, так и сделаю. Сейчас я давайте выберу одиночные продукты, а потом уже посмотрю, надо мне еще вдобавок что-нибудь или нет. Обязательно возьму новинку. Кремовые румяна, которые попались в коробочке Блиссим. Вот такая вот марка. Это и румяна, и как помаду можно использовать. Конечно, как помаду, наверное, я не буду использовать эти румяна, а в прямом назначении. Они не очень хорошо растушевывались на руке, но, надеюсь, на лице будет более-менее. Кто-то мне еще из девочек написал, что плохо растушевывается и на лице. Но посмотрим, посмотрим. Так, что у меня там еще есть из кремовых румян? Наверное, одни кремовые румяна достаточно, плюс у меня в прочекте от Charlotte Tilbury тоже румяна есть, поэтому не буду больше брать. Из сухих румян, что же я давно не использовала. Сразу знаю, что хочу одни румяна. Более холодным оттенки, а другие тепленькие. Вот это вот, мне кажется, от Misao, да. Да, вот эти вот будут пусть розовенькие, с сияющим финишем румяна. Ух, они суперсияющие оказываются. Ух, девочки, вы знаете, я даже не ожидала. Тут, оказывается, сейчас на солнышке посмотрела, золотистые блесточки. Это типа а-ля Nars Orgasm румяна. Но больше розовое преобладает. И из персикового. У меня, конечно, персиковых румян очень много. От Альтера, допустим. Сейчас, секунду, девочки. Какое я не использовала давно. А больше румян-то у меня и нету, оказывается. У меня от Physicians Formula вот такие вот румяна есть. Ну-ка. Тоже золотистым вкраплением. Ух, они практически похожие, смотрите. Да, конечно, солнышко это хорошо. Опа. Но когда снимаешь, не особо оказывается. Ну, когда сводчи показываешь. Знаете, нет. Эти румяна я не возьму. Эти тоже какими-то тёплыми, мне кажется. Потому что золотистый такой перелив. Давайте возьму вот этот от Альтера. Это точно тёплый румяна. Тёплый оттенок. Вот. Прям персиковый. Видно. Да. Вот эти вот двое румян возьму. Достаточно. Теперь переходим к бронзерам. Что? Что у меня есть такое? А вот это, мне кажется, я давно не использовала бронзера. У-у-у, кстати. Давайте-ка я его возьму. Потому что вижу, что очень хорошее углубление. Возможно, в этом году этот бронзер буду заканчивать вне проекта. Видите? Вот здесь по краям можно заметить. Ну-ка, сама посмотрю сначала. Да. Если вот с этой стороны видеть, видите, толщина рефила. Не вот эта вот пластика, а железяки. Тоненькая. А с этой стороны уже, сейчас покажу, видите? Вот. Почти в два раза больше как бы углубилась. Давайте возьму. Пусть будет у меня в косметичке этот бронзер. Все равно нужно мне шею бронзировать, так как я бронзеры, которые более дорогие, не использую на шее. Использую вот такие вот дешевенькие. Так, ну, я их использую, конечно же, не только на шее, но и на личико, да? Ну, допустим, аурглаз, сами понимаете, сколько стоит, и наносить бронзер из аурглаз на шею жалко. Если бы, конечно, у меня полностью люкс-косметика была, то, наверное, это одно дело. А когда есть и бюджет, и люкс, то тут уже выбираешь, можно сказать. Взять еще какой-нибудь бронзер. Ой, давайте возьму вот этот от Physicians Formula. Маной бронзер. Такой вот. Даже не знаю, делать свочи, не делать. Но тени, когда я вам буду показывать, наверное, не на солнышке буду показывать, чтобы можно было увидеть. Некоторые свочи, конечно, я не буду прям сильно там свочить. Так, немножко вас двигаю. Теперь, а вот, я немного перекрыла. Вот, вот цвета видны. Это значит, вот эти румяны я взяла, и вот эти вот персиковые, и розовые, и персиковые теперь есть. Так, хайлайтер я возьму. Вот этот я брала его, кстати, или нет? Вроде тоже новинка. Или? Это я сейчас испачкала? Нет. Хмм. Нет, не буду я брать этот хайлайтер. Лаура Гейлер, кстати, давно не использовала этот хайлайтер. Давайте я его возьму. Покупала в магазине Такомак за 3,99 или 4,99. Хотя цена... Вау! Цена этого хайлайтера очень-очень дорогая. Смотрите, вот такой вот золотистый оттенок. Так, возьму этот хайлайтер. И я думаю, все. Давайте мы перейдем к второму ящичку. Там у меня еще палетки теней. Ой, теней, говорю, палетки для лица. Так, палетки для лица, и также помады, конечно же. Так, помады мы сегодня с вами не смотрим. Ну, как бы мне присесть, может быть, на кровать. Это что, у меня только хайлайтеры здесь или? Да, здесь только хайлайтеры. Не хочу только хайлайтеры. А, кстати, девочки, представляете, я тут, когда убиралась, ну, то есть переставляла, короче, тени из одной корзиночки в другую. Просто хотела в одну корзиночку, а потом подумала, нет, так не пойдет. И обратно все перетащила. И увидела вот эту вот палетку, которую я заказывала на сайте Алиэкспресс тоже. Ну, магнитную палетку я имею в виду. И здесь у меня оказывается, тадам, самосборная палетка с румянами. Помните, я выковырила румяна от Ифраше, я тут вижу. Вот это тоже от Ифраше. Это я не знаю, что за марка. И эти тоже. Это Эссенс. А эти, не помню, то ли Эссенс, то ли... Как вам, может, тут написано? Я не помню. Я не помню, что это, девочки. Короче, не важно. Давайте возьму эту палетку, потому что реально здесь есть и розовая, и персиковая гамма. Может быть, тогда вот эти вот двое румян я отложу. Да, девочки, вот эти двое румян я не буду брать, а палеточку возьму. Или оставить румяна. Вот так вот всегда. Вот так вот всегда. Не знаешь, что делать. Ну, пусть будет. Значит, косметичка у меня продлится, чуть подольше полежит. И думаю, возьму вот эту вот палеточку от Катрис. Здесь бронзер и хайлайтер двоечка. Вот такие оттенки. Так, сейчас от солнышка отойдем. Вот хайлайтер, очень нежный такой цвет, я люблю. И бронзер. Тепленький, то, что мне подходит. Все, с лицом мы закончили. Давайте переходить к глазам. Кстати, в этом же ящичке у меня стоят однушки теней. Вот, как можете видеть. И вот такие вот маленькие палеточки. Конечно, тут не все маленькие палеточки. Но давайте я пройдусь, посмотрю, что есть. Возможно, что-нибудь довозьму. От Наташи Динон. Это Зенда палет, мне кажется. Да, Зенда палет. Палетку не буду брать. Вот эту я давно не пользовалась. Можно было бы взять. От Катрис палеточка. Вот такая вот тут цветовая гамма. Серо-лилово-сиреневая. Да, серо-лилово-сиреневая и серебристая. Вот эту вот миниатюрку палетки возьму. Сейчас я чуть пониже камеру сделаю, и там, наверное, солнышко не будет попадать. Поэтому смогу вам сводчиком показать. Тут у девочки сто лет не пользовалась. Смотрите, у меня какие углубления. А может быть, я вместо этой палетки эту возьму. И можно чуть почаще пользоваться этой и закончить потихонечку. Видите, этот самый светлый оттенок матовый уже давно добила. Но у меня такие цвета очень хорошо идут. Поэтому... А давайте возьму и ту, и ту, и другую. Это тоже же у нас Катрис, да? Да. Возьму и эту, и эту палеточку. Это очень красивый оттенок. Там уже донышко видно, видите? Такая прелесть. Так, еще тут миниатюрка от Эльф есть. Это уже давно не использовала. Но нет, эту миниатюрку я не возьму. Однушки. Нет, ладно, больше ничего не возьму. А, кстати, от Эссенс вот эту вот однушку и могла бы взять. Но не хочется, короче. Нет. Все. Больше отсюда я ничего брать не буду. Хотя, вот эта вот палетка от Эссенс, она настолько классная по пигментации. И такие получаются крутые макияжи. О, вижу, что солнце не так сильно попадает. Давайте сделаю парочку сводчей. Посмотрите. Ой, посмотрите на эту пигментацию. Так. Немножко не очень удобно получается показывать сводчи. Вот, смотрите. Шикарные тени. Но сейчас у меня нет настроения их брать. Так, еще вот такая вот палеточка от Эссенс есть. Вся такая теплая гамма. И сиреневый. Смотрите, какой красивый оттенок. Лиловый даже. Если мы тут остановимся, мы не дойдем до следующих палеток, потому что их у меня полно. Здесь в ящичке в третьем и также еще в корзиночках. Так, давайте в третий ящик переберемся. Посмотрю, что оттуда бы я хотела взять. Вот здесь у меня расположились некоторые тени. В основном более дорогие, я так полагаю, потому что здесь все палетки от Анастасия Беверли-Хиллс. Так, вот видите, все палетки от Худа Бьюти, от Наташи Динона, там вижу от Кайли, Urban Decay. Короче, много чего здесь есть. И что же взять? Что же взять? От Анастасии Беверли-Хиллс. Хочу, хочу какую палетку я хочу. Вот это вот, мне кажется, одна из самых любимых палеток от Анастасии Нарвина. Посмотрите, у меня упаковка уже вся такая раздолванная. Но лучше в упаковке хранить, потому что сама коробочка будет от теней сохранена. Вот такие вот здесь тени, смотрите. Смотрите, насколько она любима мною. Вот этот оттенок обожаю. Роскут. Он потрясающий. На каждый день макияж делать с этим цветом. Красота. На складку века коричневый цвет, на внешнем глаза более темный оттенок. Вот этот вот я использую. Все. Больше ничего не надо. Короче, я эту палетку частенько беру, поэтому давайте. Пока не возьму. Пока я не возьму. Такими темпами, девочки, я могу говорить еще час. Потому что это тени же, да. Я вот смотрю, что бы я хотела. Хочется что-нибудь уже более... Подождите, более весеннее. Star Ranch от Джеффри Стар. Мне кажется, давно не использовала эту палетку. Сейчас покажу. Мне очень нравится упаковка. Смотрите. Здесь все выпуклое. Так, сами тени откроем. Она не особо прям весенняя. То есть не настраивает меня на весенний лад. Но здесь очень классные ежедневные макияжи получаются. Хотя, если вот голубым пользоваться, зелененьким, то, может быть, было бы что-нибудь интересное. Нет. Не вдохновляет меня эта палеточка. Она больше вот для меня, наверное, ближе к осени палетка. Не знаю почему. От Анастасии Беверли-Хиллз. Реально, вот эти вот все осенние палетки. Единственное, Амрези, может быть. Ну-ка, вспомню я оттенки. Ну, Амрези тоже. По картинке вот сейчас тут смотрю. Наверное, даже не буду открывать. По картинке смотрю и совсем не то. Ах, моя палеточка с дуахромами, Too Faced, Life's Festival. Смотрите. ASMR, девочки. Такая упаковка прикольная. Та-дам! Вот здесь тени. Вот это вот очень красивый, Mystic Rain. Дуахром. Перелив из такого голубовато-зеленого в сиреневый. Вот это тоже нравится. Ну, в то время эти дуахромы хорошие были. В то время были хорошие. И вот это, конечно же, обожаю. Персиковое, золотистое. Это все мое-мое. Возьму я эту палетку. Она меня точно вдохновляет. Смотрите. Она меня точно вдохновляет. Вот какая красота. Вот так вот хорошо словила освещение. Возьму я эту палетку. Конечно же, мне теперь нужно будет палетку искать там, где побольше матовых оттенков. Ну, здесь есть у меня, конечно, матовые, но этого маловато будет. От Jeffree Star Bloodlust я недавно использовала. Too Faced тоже сейчас не буду. Девочки, я знаю, что я хочу. Палетку от Beauty Bay. Вы знаете, у Beauty Bay палетка вышла rich. Я вам картинку ставлю, если не забуду. Там реально rich оттенки. Богатые, насыщенные цвета. То, что я люблю. Я так хотела эту палетку, но она sold out. Представляете, ее раскупили. В тот момент, когда я смотрела на нее, она еще была в продаже. Я пока думала, думала, думала. Несколько дней прошло. Я снова захожу. Хотела заказать. 20 евро стоило всего лишь. Вот за такую огромную 42 оттенка. Да, здесь. Хотела заказать. И все, нету. Как обычно у меня бывает. Здесь есть, конечно же, огромное зеркало. И посмотрите, это полностью нейтральная гамма. Нейтральная гамма цветов. Здесь можно, допустим, на ежедневной основе делать более чуток как бы персиковые гаммы. Розоватые там. Даже вот серые. Ну, короче, разное можно придумать. Я палеткой пользовалась, когда брала в косметичку. Но вот, мне кажется, уже давно не использовала ее. Надо подвязать. Плюс с этими цветами я могу сочетать палетку, допустим, Cosmic Brushes Winter Wonderland. Да. Возьму эту палетку. Она же не показала вам свочи. Давайте парочку свочи. И, кстати, про качество этих теней от Beauty Bay. Цена, качество, девочки, шикарное, шикарное. Давайте сделаю матовые. И еще один матовый какой-нибудь. Давайте этот более холодный, коричневый. Смотрите. А это как дуахром вообще. Немножко, да? Так. Вы видите? Вот это пигмент. Я просто обожаю качество этих теней. Я просто их обожаю. Смотрите. Beauty Bay. За 20 евро. Эту палетку я не помню. Мне кажется, тут же где-то около 20 евро со скидкой покупала. Не думаю, что я полную стоимость отдала за нее. Так-то они и по полной стоимости недорогие. 30 евро стоят. За 42 оттенка. И вот рич палетка. Надеюсь, они листок сделают и я смогу купить. Вот, видите? Мне кажется, вот с этим оттенком, который я сейчас сегодня сделала, так круто будет сделать такой а-ля однотонный макияж. Очень классно будет смотреться. Возьму эту палетку. Да. Так, уже у меня получается две большие палетки и две маленькие. Что отсюда? Отсюда, наверное, больше я ничего не возьму. Анжель Фристар. Подождите, а тут у меня есть что-нибудь такое яркое? Мне кажется, здесь все какие-то нитро. А-а-а, Меркурий Ретро Град. Нет, 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 нет. Несколько косметичек тому назад я брала. Отсюда тени. И давайте перейдем мы с вами к корзиночкам. И там что-нибудь еще выберу. Достала сначала две корзиночки. И здесь пройдемся по теням. И посмотрю, что бы я хотела взять. Начнем отсюда. Эти две палетки у меня уже были перед праздниками. От Эссенс. Коллаборация Диснея. Не хочу. Это тоже не хочу, не хочу. Что это у меня? А-а-а. От Эльф. Эти тени же я недавно покупала. 5.99, что ли, отдала за эти тени? Нет, не хочу. Вот этими я давно тоже не пользовалась. Morphe с коллаборацией Jacqueline Hill. Такая здесь расцветка. Тут даже углубление есть в некоторых тенях. Ничего себе. Особенно вот в этом framed. Такой бордовый оттенок. Взять, что ли. Хотя эта палетка, она более осенняя. Не буду я ее брать. Осенняя, не осенняя. В принципе, мне все равно. Я могу и осенью сделать какой-то более летний макияж. Летом сделать более зимний макияж. Короче, все по настроению. Но все равно, когда приходит весна, ну, то есть за окном как будто бы весенняя погода, да, но на самом деле-то еще пока рановато до весны, хочется что-то такое поярче вроде как кажется. А в итоге ты делаешь макияжи какой хочешь. Надеюсь, вы поняли, что я сказала, да? Так, вот это вот что у нас? О, Konnichiwao Tokyo Assassins. О, здесь у меня донышко. Ну, нет, не вдохновляет. Мне нужно, чтобы меня палетка вдохновила. Ох-ох-ох. От Beauty Bay Love Notes. Точно я могу вот эту палетку достать. От Beauty Bay Love Notes. То ли в прошлом, то ли в позапрошлом году эта лимитка выходила к 14 февраля. К 14 февраля, да. Как раз-таки у нас скоро 14 февраля. Но не скоро, через месяц я возьму эту палетку. Точно. Ах, красота. Давайте вот этот еще оттенок. Мне кажется, вот с этими тремя надо сделать макияж. Будет потрясающим. Вот. Видите? Вот этот вот сиреневый, да, оттенок. А этот как будто бы и сиреневый, но присутствует в нем бордовость. Я как раз-таки в прошлом макияжном видео вам говорила, что фиолетовый фиолетовому розень. Вот они все фиолетовые, они все разные. То есть какой-то больше красноты в себе содержит, какой-то больше в себе серого содержит. Ну, короче, они разные, разные бывают. И опять-таки что-то нужно находить свой идеальный фиолетовый. Это касается не только фиолетовый, это касается также розового. Допустим, вы думаете, вот я всегда думаю, я пока свой идеальный розовый, мне кажется, не нашла. Поэтому редко делаю розовые макияжи. И с розовым цветом точно так же. Если вы найдете какой-то идеальный розовый, то он вам будет подходить, и вы будете делать частенько такие макияжи. То же самое с красным. Короче, вот эту вот палетку беру. Все, отсюда, наверное, я ничего больше не буду брать. Посмотрю, что у меня еще в другой косметичке. Мне хочется взять от Revolution тени, потому что я соскучилась по формуле теней Revolution. Люблю же я эти тени. Очень тяжелая корзиночка. Я даже не ожидала, что у меня столько еще здесь теней, девочки. Обалдеть, просто обалдеть. Essence Coffee. Нет, сейчас не буду я брать. Хочу давайте для начала... Тут, видите, вот еще у меня маленькие палеточки расположились здесь. Хочу взять от Revolution какую-нибудь палетку. Вот эти вот две палетки, я просто их обожаю. Коллекции Tasty Latte. Они все грязные уже. Это Tasty Latte. А это Tasty... Какое? Tasty Latte тут написано, а здесь не написано. Это Latte, а это кофе, мне кажется. Да, это кофе. Чувак. Давайте. Это Latte. Сейчас, подождите. А кофе какое? Наверное, кофе я возьму, потому что... Да, 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 да. Я говорила вам, не нашла идеальный какой-то розовый, но мне кажется, как раз-таки в этой палетке для меня есть, ну, не прям розовый-розовый, но коричнево-розовый, да, вот этот вот оттенок. Вот. Я его просто обожаю. Вот этот вот цвет тоже, допустим, его я использую чуть-чуть на складку века и растушевываю складку вот этим вот цветом. То есть этот оттенок растушевываю вот этим вот цветом, и очень красиво получается. Да-да, я вас обманула, идеальный розовый у меня все-таки есть. Но, опять-таки же, когда покупаешь палетку и там присутствует розовый оттенок, думаешь, ха, этот розовый цвет бы подошел. А потом начинаешь пользоваться, думаешь, или больными глаза делает этот розовый оттенок, или вообще вам никак не подходит, короче. Вот такие вот дела. Возьму я эту палеточку. Как же мы сегодня с вами долго болтаем про тени. Ай, свочи не сделала. А на что здесь свочи делать? В принципе, обычные оттенки. Но давайте на этот любимый оттенок сделаю свочи. Вот он. Возьму еще какой-нибудь шиммер. Вот этот вот шиммер. Латте как раз-таки называется. Ну, давайте розовенькие возьмем. Я люблю матовые оттенки от Революшн. Шиммеры у них некоторые нормальные, некоторые, вот видите, хлопьями наносятся шиммеры. Вот он, смотрите, какой красивый. Он даже не розовый. Я не знаю, как его описать. Но это не персиковый. Присутствует в этом цвете какая-то розовинка. Красновинка-розовинка. Вот. Возьму эту палетку. И еще хочу взять только одну палетку. Мне кажется, достаточно на этом. На этом достаточно. Плюс от Cosmic Brushes палетку оставлю, которая Winter Wonderland. Хочу дальше пользоваться там мультихромами. И также новую палетку Cosmic Brushes Mousse. Ее я сегодня вам с вочи не покажу. Сразу хотела сказать, с вочи сделаем, когда я уже буду делать макияж на эту палетку. Так. Вот эти вот палетки тоже у меня есть. Покупала. My Heart Revolution. Такие миленькие упаковочки. О, вот розовая гамма, которая не совсем мне подходящая. Хотя, опять-таки же, тут нужно делать макияж и смотреть. Вот эта палетка не совсем полноценная для меня. Тут не хватает на складку века цвета. Вообще, можно сказать, нет на складку века. Если только розовый использовать в качестве этого. А вот это достаточно темный оттенок. Для складки не подходит. Вообще, можно сказать, для внешнего уголка глаза и все. Опа. Тут, видимо, я очень хорошо использовала вот этот вот цвет. У-у-у. Ничего себе, я уже забыла. Что-то такая пигментация. Вау. Вот эти тени, видите, очень хорошо легли. Говорю же, у Revolution некоторые шиммеры хорошие, а некоторые не очень. Вот эти вот прям как по маслу. Ну а что, если я постоянно буду отталкивать эти тени, то не буду же я ими. Они будут лежать просто. Давайте возьмем, потому что здесь, в принципе, можно... Допустим, я смогу использовать большую палетку Beauty Bay как подложку, да? Ну не подложку, а как каркас. А шиммеры использовать, допустим, из этой палетки, потому что есть хороший шиммер. Вот этот вот, допустим, мне кажется, возможно, даже это дуохром какой-то. Да, возьму. Вот этот цвет тоже неплохой и интересный. Берем. Берем и все, наверное, больше ничего не берем. Возьму, может быть, девочки, может быть, я возьму еще одну маленькую палеточку и на этом все. А, могла бы взять, знаете, палетку в серой гамме. Вот у меня еще есть одна магнитная палетка с Алиэкспресс. Опа, она у меня уже сломлена. Здесь даже зеркальце есть. И тут у меня самосборные тени от Jeffree Star. Возьму вот эту вот палеточку. Ох, какие насыщенные цвета. Ну и шиммер давайте. Тут один единственный шиммер. Посмотрите, какой интересный серый, который содержит в себе фиолетовый такой патон. А это как будто бы мышиный серый. Даже не сказала бы мышиный. Рядом с этим серым этот, кажется, как будто бы содержит в себе зеленый патон. Видите? А вроде, казалось бы, серый на первый взгляд. Хотя нет, в рефиле сразу видно, что вот этот вот оттенок в себе серый патон содержит. Ну все, девочки, на этом хватит для меня палеток теней. И вообще, я не ожидала, что видео снова у меня затянется. Думала, сейчас на 20 минут, потому что помад нет, тональной основы нет. Но зато мы на тенях остановились. Надеюсь, все равно вам было интересно покопаться со мной, повыбирать, обдумывать, что надо, что не надо. И просто расслабиться. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока.